Многие упрекают платформу Xbox за то, что на ней не хватает высококачественных эксклюзивных игр, уровня ААА-проектов. Но команда Xbox активно расширяет семью Xbox Game Studios, и Microsoft отлично осознает этот недостаток. Ведь только за последние несколько лет Майки купили 8 игровых студий для разработки игр в своей экосистеме. И по словам Фила Спенсера, они еще не закончили. И помимо того, что 23 июля Microsoft покажет свои новые высококачественные проекты, на подходе еще больше высококвалифицированных игровых студий для Xbox Series X, покупок которых Майки останавливать не собирается. И в данном видео я расскажу, как команда Фила Спенсера интегрирует новые игровые студии в семью Xbox Game Studios, и на каких условиях они там трудятся. Привет! Спасибо большое, что заглянули на мой канал. Если вам интересны новости про Xbox и консоли в целом, нажмите кнопку подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Я постоянно делюсь новостями и инсайдами про Xbox, PlayStation и игровую индустрию в целом. Приятного просмотра! Итак, самое главное клеймо. У Xbox нету игр, или у Xbox нету топовых эксклюзивов, на Xbox не во что играть, или на Xbox только Halo, Gears of Forza, Halo, Gears of Forza и так далее. Скоро спадет с платформы Xbox. На июльской презентации Microsoft начнет демонстрировать новую силу Xbox Game Studios, благодаря новым членам команды. И как я уже говорил, за последние пару лет Microsoft купила серьезное количество игровых студий. Но покупать студии для компании Триллионика это не сложная задача. Куда сложнее правильно и грамотно интегрировать эти студии в свою экосистему, и создать правильные условия труда для полной реализации их творческого потенциала. Вот в чем заключается главная сложность, а не в том, чтобы накупить как можно большие студии. Да и я думаю, что многие помнят про прошлые неудачные попытки Microsoft, связанные с приобретением студий, и дальнейшие неудачные их интеграции в свою экосистему. И судя по всему, новая команда извлекла ошибки прошлого руководства. Один из самых важных опытов работы с студиями и правильной их интеграцией для новой команды Xbox является Mojang. Minecraft это очень сложный продукт, который выходит практически на всех устройствах, и у которого невероятно огромная фан-база. И по словам Мэтта Бути, главы Xbox Game Studios, правильное управление и развитие такой франшизы как Minecraft, вселило в нас уверенность и дало необходимый опыт для дальнейшего приобретения новых студий. Мэтт Бути это человек, которому в свое время поручили правильно интегрировать Mojang в структуру Microsoft. И сейчас он является главой Xbox Game Studios и занимается управлением и интеграцией всех новых студий Microsoft. По словам Мэтта, с Minecraft и Mojang у нас не было цели вести тотальный контроль управления над игрой и студией в целом. Minecraft это та самая игра, в которой есть что-то живое, процветающее. Там была студийная культура и самобытность. И наоборот, нам было чему поучиться у Mojang. И для нас, как огромной организации, было бы легко прийти к этой команде и сказать, что сейчас мы будем учить вас, как правильно делать игры и как правильно развивать дальше эту франшизу. Но наш подход заключался в том, чтобы студия не потеряла той самой магии и творческой свободы, в которой родилась и развивалась эта игра. Наша цель была в том, чтобы сохранить все те невероятные таланты, которые были в той студии до приобретения. Этим людям не нужно говорить, что и как делать. Им нужно создать максимально комфортные условия для того, чтобы они не думали ни о чем, кроме как о творческом процессе. Команда Mojang должна была быть уверенной, что ключевые лица большой корпорации не собираются препятствовать развитию Майнкрафта и указывать, что лучше для этой франшизы. Такая политика и опыт Мэтта Бути помог создать почву для присоединения и интеграции новых членов команды Xbox Game Studios, которым Microsoft применяет ту же самую стратегию. У такой политики есть термин, как ограниченная интеграция. Это стратегия, которая позволяет разработчикам оставаться такими, какие они есть, с полной творческой свободой и с полной финансовой поддержкой компании Microsoft. И такая политика оказалась привлекательной для многих игровых студий. Тим Фишер, глава студии Double Fine Production, прокомментировал присоединение к Microsoft так. Сейчас я не думаю о том, где мне взять деньги на зарплату сотрудников на следующие 6 месяцев. Раньше такие вопросы отнимали кучу сил и энергии. Сейчас же мы просто занимаемся тем, что любим больше всего, не думая ни о чем лишнем. Это невероятно круто и я все еще привыкаю к ощущению быть свободным от подобных вопросов. В данный момент Double Fine Production расширила свой штат и готовится к разработке ААА проекта на Unreal Engine 5. По словам главы студии Obsidian, после того, как Microsoft нас купила, единственным новым аспектом моей новой повседневной жизни внутри Microsoft является то, что теперь у меня нет необходимости быть парнем, который постоянно просит деньги у различных издателей. Раньше каждый издатель пытался проникнуть внутрь разработки игры и влиять на нее, так как он инвестировал в нас и считал необходимым контролировать весь процесс. Сейчас же мы можем делать игры такими, какими мы их видим и какими мы хотим, чтобы они были. Также Фергурс Урхат отметил, что если вы являетесь независимой студией, у которой есть крутая идея, и вы пытаетесь ее реализовать, то для вас это невероятно трудная задача, так как без должной денежной поддержки и финансовой стабильности трудно привлечь к разработке самых талантливых специалистов, ведь все топовые специалисты любят уверенность и стабильность. Сейчас же нам удалось привлечь к разработке нашего нового проекта, ведущего продюсера World of Warcraft, художника из Rockstar, одного из ведущих дизайнеров, который работал над God of War и так далее. Сейчас у нас есть финансовая стабильность и творческая свобода заниматься тем, что мы любим. И это привлекает многих ведущих разработчиков. И я уже видел первые результаты того, над чем мы работаем. И это серьезный скачок по сравнению с тем, что мы делали раньше. В данный момент основная команда Obsidian занимается разработкой AAA RPG следующего поколения для экосистемы Microsoft. Интересную историю после присоединения к Microsoft рассказал босс студии InXile, Брайан Фарго. По его словам, после присоединения к Microsoft, у него на руках был очень интересный проект, на который он хотел переключиться после Wasteland 3. Это было из той категории, которую студия очень любила. И по его словам, это будет уникальным проектом, если он появится на рынке видеоигр. Вот его слова. Я собрал всю информацию о том, почему я чувствую, что этим стоит заняться. Подготовил все документы, сделал презентацию и пошел к Мэтту Бути. В полной боевой готовности, чтобы показать, чем мы хотим заняться дальше. Спустя менее чем через минуту после старта нашего разговора, Мэтт сказал, что если это то, что вы хотите сделать, тогда отлично. Все, к чему я готовился, закончилось буквально за 60 секунд. И это было дико для меня, так как раньше это был долгий и изнурительный 6-месячный процесс, с бесконечными разговорами и миллионами уточняющих вопросов, на которые мне необходимо было ответить, для того, чтобы издатели дали деньги на реализацию проекта. Брайан Фарго отмечает, что по сути к ним пришла Майкш, дала кучу денег и сказала, занимайтесь тем, что вы любите больше всего. Ограниченная интеграция в Xbox Game Studios является результатом опыта интеграции студии Mojang. И именно в таком подходе команда Фила Спенсера видит будущее Xbox Game Studios. Майкрософт хочет, чтобы разработчики были теми, кем они являются на самом деле. Они дали им денег и взяли все организационные вопросы на себя. Студиям не нужно больше забивать себе голову тем, что не касается творческого процесса. По словам Фила Спенсера, за короткое время мы приобрели много игровых студий, и первоочередной нашей задачей было убедиться, что в каждой студии есть все, что им необходимо для создания лучших версий игр, которые у них есть в производстве. Часто это означает увеличение сроков разработки, увеличение бюджета, расширение штата и так далее. И мы хотели убедиться, что каждая из них будет правильно инфигурирована в нашу команду. Когда мы с Мэттом говорили об этом, мы видели каждую новую студию, как полноправного члена нашей компании, который должен чувствовать нашу поддержку в любом вопросе. Также Фил Спенсер отметил, что он прекрасно знает про многочисленные мемы про то, что у Иксбокса нет игр, или про вот эти вот мемы про Гирзы, Хайла, Форза и так далее. И по его словам, у них в производстве находится самая разнообразная и самая большая игровая линейка в истории Иксбокса от всех 15 игровых студий Microsoft. И практически каждая из этих студий занимается ААА проектом для следующего поколения Xbox Series. Первые игры, которые мы увидим от обновленной Xbox Game Studios, является Halo Infinite. Перезапуск Fable, Halo Blade 2 и таинственный ААА проект от новой студии Инициатива. И каждая из этих игр будет очень отличаться друг от друга. В данный момент у Microsoft есть много команд, которые будут заниматься направлением RPG. Есть студии, которые занимаются шутерами от первого лица, шутерами от третьего лица. Студии по типу Double Fine и Moon Studio, которые производят на свет удивительные и уникальные проекты. Ну и так далее. Поэтому не стоит сомневаться в том, что игровая линейка нового Иксбокса будет самой разнообразной. К слову, Microsoft продолжит покупать новые студии и интегрировать их в Xbox Game Studios по такому же принципу. По словам Фила Спенсера, у команды Иксбокса есть сильная поддержка со стороны генерального директора Microsoft, Сати Надела и финансового директора Эми Худ. И от них не поступало никаких сигналов о том, что Иксбокс должен сбавить темпы развития. Иксбокс всегда ищет возможность для приобретения новых студий. И мне кажется, Warner Bros. является идеальной возможностью для этого. Безусловно, речь идет о сделке стоимостью от 2 до 4 миллиардов долларов. Но если Microsoft захочет, они это сделают. В условиях, когда многие крупные компании занимаются скупкой игровых студий, действовать нужно решительно. На рынке становится все больше крупных компаний, которые все больше инвестируют в игровой бизнес. Google, Amazon, Tencent. Все они обладают огромными финансовыми возможностями. И также активно скупают все, что неровно лежит. Например, Tencent недавно увела с подноса от Sony сделку о приобретении студий разработчиков игры Warframe. И если Microsoft хотят лидировать в игровой индустрии, то студии, которые находятся в составе игрового подразделения Warner Bros. могут сильно облегчить задачу Microsoft. В общем, такие дела. Спасибо большое, что нашли время и досмотрели данное видео до конца. Надеюсь, у меня получилось понятно рассказать, какой политики команда Фила Спенсера придерживаются своих внутренних игровых студий. И вам понравилось данное видео. Как всегда, я буду держать вас в курсе новых новостей и инсайдов. Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны, чтобы ничего не пропустить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok